В этом году я открыла для себя потрясающую марку X-Landr. Много раз я проходила мимо этих колясок на выставках, но честно говоря не обращала внимания. Только благодаря магазину Lapsy я и еще несколько Mavs смогли по достоинству оценить эти коляски. Первая из них это X-Move. Большой внедорожник на надувных колесах с реверсивным блоком. Эта коляска способна на очень многое, но о как она едет! Хотя об этом чуть позже. Вес коляски 14,5 килограммов и рассчитан на 10 до 15. Здесь реверсивный блок, что не часто встречается в вездеходах. У ручки приятный хват, она прошита эко-кожей. Регулируется по высоте телескопически от 95 до 105 сантиметров. X-Move имеет большой бесшумно регулируемый капюшон. Дополнительная секция открывается на молнии. Одну из секций можно полностью открыть. Она уже служит окном для того, чтобы видеть ребенка. Сзади на прогулочном блоке есть карман для мелочей. Спинка регулируется рычагом в трех положениях. У коляски хорошее вертикальное положение без завала. Опускается спинка на 175 градусов, длина спального места 90 сантиметров, а ширина 30. Бампер покрыт той же эко-кожей, что и ручку он аккуратно прошит. Открывается с обеих сторон, очень удобно. Пятиточечные ремни, верхние можно переставить. Подножка легко регулируется в нескольких положениях. Есть также подножка для подросшего ребенка. В подножке встроены фары. Батарейки нужно покупать отдельно. Такая вещь актуальна в темное время суток. Она делает передвижение по городу вечером более безопасным. Ведь с такими огоньками вы будете видны водителя. Корзина тут глубокая, но доступ к ней довольно ограниченный. Хотя возможность положить туда вещи имеется даже при опущенной спинке. Передние колеса можно заблокировать из любого положения. Тормоз не пачкает, то бы очень удобный. Когда блок стоит лицом к маме, коляску можно сложить одной рукой. Просто нажмите сначала на первую педаль, потом на вторую и сложите коляску. С блоком лицом к миру коляску сложить не получится. Снимите блок и сложите коляску. Раскладывается она двумя руками. В комплекте к прогулочному блоку идет вот такая накидка на ножки ребенка. Она легко крепится на коляску. И к смуф можно купить и с люлькой. У нее очень большой капюшон. Козырек можно убрать. Регулируется капюшон двумя руками. Нажайте им на кнопки с обеих сторон. Регулируется он бесшумно. В капюшоне есть большое окно для проветривания. Накидка крепится на кнопках. Сама накидка теплая, приятная на ощупь. Вся ткань люльки не промокаемая, в том числе и накидки. Внутри люльки есть небольшой кармашек для мелочей. Длина спального места 77 см, ширина 31 см, высота во рту 20 см. Матрасик можно вытащить снять, хлопковый чехол легко. Сам матрасик выполнен из упругого, но довольно мягкого материала. Внутреннюю ткань коляски можно снять, но у люльки деревянная с вентиляцией. Люлька не складывается. Ее можно поставить на пол. Я пыталась катать X-Landery на выставках, но мне не понравилось. И теперь я точно знаю почему. Нужно всего лишь надуть колеса. Кстати, насоса в комплекте здесь нет. Надувать колеса нужно самостоятельно. Но! Стоит их надуть и все! И все! Коляска полетит над землей. Не важно, что стоит, люлька или прогулочный блок. Она очень легко управляется. И чем выше вы выдвигаете ручку, тем легче будет рулиться. В максимально выдвинутой ручке она управляется буквально пальцем. Пожалуй, чуть тяжелее будет рулиться с опущенной для сна спинкой в положении блока лицом к маме. Но все равно одной рукой легко и комфортно. Коляска очень уверенно преодолевает любые дороги. X-Move это внедорожник. Просто таки созданный для плохих дорог. Плохие дороги вокруг дома? Не беда. Разбитый асфальт? Не проблема. Любите гулять в лесу? Пожалуйста! Коляска готова ко всему. И не важно, в каком положении у вас стоит блок. Ей все равно, она поедет по любой дороге. При этом, за счет надувных колес и амортизации в раме, коляска довольно мягкая, она гасит вибрацию, и ребенок чувствует себя в блоке очень комфортно. Вот так лежит малыш внутри люльки, когда она ездит по неровной дороге. Все-таки надувные колеса – это вещь. Стоит отметить и устойчивость коляски на дороге. Ее сложно завалить. Зато держаться за нее самой на скользкой дороге очень даже может быть актуально. Коляска легко запрыгивает на бордюры. Чем выше ручка, тем легче ее поднять. Потяжелее будет поднимать при максимально разложенной спинке в положении блока лицом к маме, а также на минимальном выдвижении ручки. Кстати, при подъеме на бордюры корзина, как правило, не цепляет. X-Move уверенно спускается на передние колеса. Ширина колесной базы 60 сантиметров. Она входит в большинство панусов и в маленькие лифты. Скакать по ступенькам с коляской нужно аккуратно. Из-за амортизации в раме при спуске она может плюхаться на ступеньку задними колесами. Если спускать X-Move медленно, такого не происходит. Зато поднимается по ступенькам без проблем. Едет тихо. Пожалуй, основной минус X-Move это невозможность сложить прогулочный блок шасси в положении лицом к мира и спинку хочется повыше. Но, честно говоря, X-Move стал для меня открытием. Это выстрел прямо в мое сердце. Столько лет на рынке этот крутой вездеход с реверсивным блоком и огромным капюшоном, классными материалами, удобным бампером и прекрасными ходовыми характеристиками. А я только сейчас узнала о нем. И вот что скажу. По-моему, X-Move это офигенная коляска-вездеход, созданная специально для нашей страны. С ее допроходимостью, теплым блоком и мягкой амортизацией она подходит под любой рост, любую погоду и на любую дорогу.